Хей! Всем привет и добро пожаловать на мой канал Enсли Play. Сегодня мы вместе с вами будем играть в Элис из правительной школы для ведьм. Сразу скажу, что эта игра очень старая, но вам стоит на нее посмотреть, поэтому погнали! В большом городе, в маленькой хижине возле леса, живет себе Элис, девочка, с которой постоянно происходят странные вещи. Ммм, что-то очень даже наинтересно, но игра серьезно интересная. И пока она растет, все становится только хуже. Ее отец, который бесследно исчез много лет назад, был вроде настоящим волшебником, но Элис, которая выросла со своей бабушкой, ничего об этом не знала. На протяжении долгого времени вообще никто ничего об этом не знал. Пока в один прекрасный день за ней не пришли две странные пожилые женщины. Они обещали рассказать ей, почему с ней происходят эти странные вещи. А, две старикарги, я вас помню! Иногда они даже угрожали ей и говорили, что если она не пойдет с ними, с ней может случиться что-нибудь плохое. Вот серьезно! Элис стояла напротив двери в старую церковь и не решалась войти. Одна из женщин столкнула Элис внутрь и та от неожиданности вскрикнула. Изнутри это не была разрушенная церковь, а что это? Ну что ж, моя дорогая, наконец-то мы здесь. Мы избавим тебя от всех колдовских способностей, поверь мне. Избавят они меня от колдовских способностей. Я вам сейчас такой накошеварю. Так, ну что ж, мы попали... Мы попали в тюрьму, собственно говоря. Мне кажется, пора действовать. Здесь закрыто... Так, что это за листок? Здесь написано. Правила для исправительной школы. Ведьмы, ведьмы должны, не могут... Бла-бла-бла-бла. Все здания школы зачинены от магии, любого рода. Не пытайтесь использовать ее. Так я в исправительной школе? Ну да, а ты как думала? Солнышко мое. Похоже на машинную нору, но я ничего внутри не вижу. И не увидишь? Ну вот, серьезно. Стол выглядит вполне обычным. Ну, я тоже вижу, что он вполне обычный так себе. Вот мне интересно, что за девочка? Привет, меня зовут Элис. Кажется, эта девочка не обращает внимания на окружающий мир. А ее странное выражение лица? У нее до сих пор тоже стеклянное выражение лица. Что-то мне подсказывает, что она здесь по той же причине, что и я. И если я останусь здесь достаточно надолго, то буду выглядеть так же. Ну... Ну, тоже не собираешься здесь оставаться надолго? Я положу у девочки подушку. Может быть, немного позже она захочет лечь. Хм, кажется, внутри что-то есть. Так, в подушке что-то есть. Вот давайте проверим кирпичик. Этот камень немного торчит из стены, но он крепко в ней держится. Хм, окно с решеткой. Она... Ой, она выглядит довольно массивной. Моя дорогая, хватит бездельничать. Тебе пора на процедуры. Быстрее, быстрее. Или мне тебя тащить? Не-не-не, спасибо. Я дойду сама. Своим ходом, пешеходом, летополя. Хм, почему она захлопнула дверь перед моим носом, если я должна была следовать за ней? А вот это, конечно, серьезно. Почему она захлопнула дверь? Никуда не уходи, я вернусь за тобой через минуту. Это что? Что они со мной сделали? Что они со мной сделали? То есть, они на процедуре вкалывают в меня что-то, из-за чего я засыпаю и, типа, лишаюсь магии? Ну, это очень даже странно. Такс, мы проснулись, и мне кажется, что нужно что-нибудь допроверить. Кстати, миска на столе появилась. Мне кажется, стоит посмотреть, что это такое. Откуда это здесь? Я не слышала, чтобы кто-то подходил. Наверное, после их лечения я очень крепко спала. Если проявить воображение, то это можно было бы рассматривать в качестве пищи. Пожалуй, я лучше буду голодной. Это не было чудом, правда. Но я оставлю у себя ложку и миску. Может, они мне пригодятся? Ложку, миску... Слушай! А может быть, попробовать ложкой достать кирпичик? Не знаю, получится или не получится? Ложкой достать кирпичик. Давай. Да, попробуем. Так, она пошла. Сейчас будет пробовать. Ну, и что? Отлично! Мне удалось разрушить камень на вкладку. И вытащить камень. Так, что там внутри? Хм, дыра пустая. А что ты ожидала? Найти? Сокровище? Карту побега? Когда я пыталась извлечь камень, стена насточила ручку ложки. Это может пригодиться. В любом случае, я положу камень обратно. Так, умничка. Кстати, теперь со стороны ложки можно попробовать подушку разорвать. Я попробую разрезать ткань, сточенной стороны ложки. Здесь действительно есть блокнот. И это дневник. Какая-то девочка писала об ужасах, которые происходили в этом здании. О том, как она лишилась последних сил. И о том, как она играла с мышкой, которую она приманила кусочком сыра. Время сна! Время сна! Скорее ложись спать! Завтра вам нужно будет рано вставать. Вставай, вставай! За работу! Какой еще работа? Какая работа? Вы чего? Я сюда... Во-первых, вы заточили меня здесь в тюрьме. А во-вторых, заставляете мне работать вообще? Хорошо, девочка. Работа лечит. Нанизывай нитки на... Нанизывай нитки? Нанизывай бусины на нитки. Тебе что, нечем заняться? Нанизывай бусины на нить. Ну ладно. Что же мне делать? Я возьму нить и буду нанизывать на нее эти бусины. Бусины за бусиной. Еще и еще. Нить за нитью. О, молодец! Хорошая работа! Мне удалось это сделать. Тебе что, нечем заняться? Нанизывай эти бусины на нить. Больше нитей, больше бусин. Больше нитей, больше бусин. Так, ну я как бы все сделаю. Тебе что, нечем больше заняться? Хорошая работа. Чаша уже пуста, кроме небольшого куска нити. Я возьму его, может он пригодится. Наконец-то закончила. О, пришло время терапии. О, опять ты со своей терапией. Не отходи от двери, я вернусь через минуту. А, не отходи от двери, ну хорошо. Там есть несколько коробок. Одна из них выглядит пустой. Но у второй, кажется, что-то есть. Я не могу открыть ее голыми руками. Она перевязана толстой веревкой. А всю коробку я взять не могу. Кто-то может заметить ее отсутствие. Давай попробуем разрезать веревку с заостренной ложкой. Если она у нас осталась. О, да, осталась. Я попытаюсь аккуратно открыть эту коробку с помощью заостренной стороной ложки. Вау, получилось. Кажется, кто-то оставил здесь закуску. Давай посмотрим, что там. Я возьму из коробки этот кусочек сыра. Он может мне пригодиться. Я снова закрою коробку. Я иду за тобой, а терапия ждет. Ха-ха-ха. Опять эта старая корга. Слушай, Элис, нам пора отсюда выбираться. Потому что, если ты тут долго задержишься, будет не очень хорошо. Ну что ж, что же мы можем? У нас есть сыр, мы можем выманить мышку, если она до сих пор там есть. Если там есть мышка, я могла бы ее выманить кусочком сыра. А ну давай. О, ну хорошо. И что теперь? Ну, теперь ты должна эту мышку, наверное, взять, портить ее в карман, не знаю. Может быть, если бы я словила мышку, она помогла бы мне. Если я просто посажу мышку в свой карман, она убежит. Попробуем ложкой. Ой, миской. Мне нечего здесь. Так, тогда веревка, можешь связать ее, нет? Я поймаю тебя, дорогая мышка. Не переживай, я не причиню тебе вреда. Я тебя скоро отпущу, непременно. Вот это ты суровая, мать, Алис. Я не могу. Связала мышку и говорит, что она скоро ее отпустит. Угу, угу. А ты не боишься, что у тебя мышка в кармане помрет, нет? Здесь закрыто. Ну, правильно, а что ж ты хотел? Чтобы эта карга старая открыла дверь и ушла? У нее до сих пор тоже стеклянное выражение лица. Эта лампа выглядит вполне обычной. Эта лампа выглядит вполне обычной. Чего же мы можем здесь проверить? Сто мы уже проверяли. Дневник проверяли, дверь проверяли. Слушай, все. Правила справительной школы не утверждают, что здесь магия не работает. Хм. Это моя кровать. Надеюсь, ненадолго. Так, отсюда я не выберусь. Слушай, Алис, мне кажется, что тебе пора думать, как бы отсюда выбраться, потому что ты как-никак попала в какое-то заточение. И знаете, что самое странное? Это то, что в правилах они утверждают, что магия здесь не действует. Но, когда мы подошли к этой церкви, церковь была какая-то разрушена. А когда мы зашли, церковь была нормальная. То есть здесь использовалась магия. Хотя, возможно, внутри магии не используется, а снаружи она все-таки есть. Короче, нам надо выбирать за чудо. Сейчас подумаем, как. Хм. Может быть, выпустить мышку? Я пока не могу отпустить мышку. Тогда попробуем показать эту мышку той девочке. Интересно, что получится. Я покажу мышку. Может, это разбудит ее? Она двигалась к ней или мне показалась? Хм. Видимо, действительно показалось. Время сна. Быстро в кровать. Подъем. За работу. Опять работа. Опять эти бусины. Хорошо, девочка. Работа лечит. Нанизывайте бусины на нитки. Что же мне делать? Я возьму нить и буду нанизывать на нее эти бусины. Бусины за бусиной. Больше нитей, больше бусин. У меня закончились нитки. Нужно срочно что-нибудь придумать, пока корга снова до меня не добралась. Может быть, выпустить мышку, чтобы корга пока куда-нибудь уплелась, улетучилась? Может, мне следует отпустить мышку? Серьезно. Иди сюда, мышка. Я тебя отпущу. Ну, и эффект? Какой эффект? На меня ожидаетесь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо, умная мышка. А теперь, пока корга не вернулась, нужно браться за дело. Эти ключи мне пригодятся очень. Но если я просто возьму их, та женщина заметит, и я могу себе представить, что потом произойдет. Эти коробки связаны толстой веревкой. Там много узлов, и я не могу их развязать. Слушай, мне кажется, что тебе надо накладывать ключи. Но магия здесь типа не работает, поэтому ты не умеешь кладывать. Эта коробка перевязана очень крепкой веревкой. Может, тогда попробовать ложкой? О-о-о! Я разрезала веревку на коробке с застренным концом ложки. Так, что же там внутри? Здесь есть хорошая длинная нить. Я возьму ее, может быть, она мне пригодится. Здесь больше нет ничего интересного. Хотя, здесь есть металлические спицы. Они выглядят крепкими и могут мне пригодиться. Пожалуй, я возьму их. Я пока оставлю это, просто аккуратно закрою. Так, все умничка. Теперь в следующей коробке. Эта коробка обмотана крепкой веревкой. Завязана на несколько узлов. Мне не открыть ее. А ложкой? Давайте попробуем ложкой открыть. Нет, эта коробка сделана из жесткой бумаги и перевязана крепкой веревкой. Я не могу ее открыть в такой способ. Так, давайте посмотрим на стену. Кто мог замаровать здесь все? И зачем? Один кирпич, кажется, шатается. Но я не смогу вытащить его руками. Может, ложечкой? На этот раз ложка мне не поможет. Мне нужно чем-то ударить этот кирпич. Тогда тебе нужно найти какой-то инструмент. Кажется, крышка прибитой коробки. Возможно, в том, что там внутри уже нет необходимости. Но как-то нет. В любом случае, я бы не смогла открыть ее вручную. Даже если бы мне очень хотелось этого. Раковина, но мне сейчас ничего не нужно мыть. Да и пить я не хочу. Думаю, пора бы оставить это. Слушайте, мне кажется, что мы сможем сбежать из этой церкви заброшенной через эту замурованную стену. Поэтому надо найти инструмент, с помощью которого мы сможем разрушить кирпичи. Ну или хотя бы сделать какую-то дырку, в которую я смогу пролезть. Мне в голову только что пришла грандиозная мысль. А именно, у нас появились спицы. И эти спицы острые. То есть, мы можем попробовать разрезать какие-нибудь веревки, если это получится. Ну что ж, мы попробовали. У нас что-то не получилось. Коробка обмотана крепко. Веревка или тополя. Давайте попробуем еще раз спицы. Я бы могла пробить эту коробку или что-то подобное. Почему там пропадает? Я не буду сейчас здесь сидеть. Ну, я так и поняла. Может, вот эту штуку. Эта спица выглядит достаточно прочной, чтобы открыть эту коробку. Нужно попробовать. Получилось! А, о, я вижу инструменты. Ты должна взять отсюда что-нибудь. Этот молоток каменщика может принести пользу. Я возьму его. Так, может быть, этим... Да, как раз таки молотком попробовать пробить кирпичи. Вот это да! Такое впечатление, что весь дом дребезжал. Думаю, этот шум был слышен по всему дому. Ну и кирпич выпал, а внутри только темнота. Черт, я слышу шаги снаружи. Думаю, они идут за мной. У меня совсем не осталось времени. Так, ну, молоток бери. Возможно, мы сможем завтра сюда прийти. Мне нужны эти ключи. Они мне очень нужны. Но я не могу просто взять их. Они заметят. О, какая-то... О, вау, что это было? Там была одна связка ключей, а теперь их две. Они абсолютно одинаковые. В том, что произошла явно замешанная магия. Источник этого там, в углу. Я могу взять одну связку ключей. Будем надеяться, что волшебный дубликат сработает. Нифига себе, девочка. Я немного опоздала. Но твоя терапия вот-вот начнется. И опять старая карга что-то вколола в меня. Время сна. Быстро в кровать. Сейчас не время спать. Мне нужно подождать, пока эти женщины разойдутся по своим комнатам. Снаружи еще достаточно свято. Да и стыдно ложиться спать, когда у меня есть эти ключи. Согласна с тобой, Элис. Прямо полностью поддерживаю. Ну что ж, пора действовать. Поэтому достаем ключи и пытаемся открыть дверь. Надеемся, что у нас все получится. Итак, давай выясним, не подойдет ли сюда один из этих ключей. О, отлично. Теперь дверь открыта. Будем надеяться, что они меня не поймают. Да, я бы тоже надеялась, если бы что-то такое устраивало. Эта дверь закрыта. Ну, неудивительно. У нас есть ключи. Интересно, этот ключ подойдет? Мне кажется... Вау! Здесь открыто. Здесь есть много разных вещей. Что-то из этого может мне пригодиться. Ну, что именно? Думаю, я еще вернусь сюда за чем-нибудь. Ну, я не могу разглядеть, что там, но мне кажется, точно что-нибудь пригодится. Вот тут услышаны какие-то звуки. Здесь закрыто. Есть еще три двери. Но мы их могу проверить. Кстати, можно открыть. Здесь не заперто. О, я смогла открыть. Это та самая комната, в которой мы нанизывали бусины на нити. И знаете что? Мне кажется, что пришла пора что-то сделать с этой кирпичной стеной. А именно, надо молоточком ее подбить. Ну, серьезно. Кажется, холодный воздух идет оттуда. Интересно, можно ли там пройти? Мне кажется, да. Но для этого отверстия должно быть побольше. Тогда я бери молоточек и делаю его больше. Что ж, в чем проблема? Нужно ли мне снова использовать этот молоток? Это просто снова привлечет тех женщин. Хотя, может быть, если я буду аккуратнее разбивать раствор между ними. Сейчас я выбью этот кирпич и еще один. Да, этого должно быть достаточно. О, молодец. Теперь проползай и... Ну, шикарно, конечно. Кажется, она пустая. Там нечем гореть и нечем ее зажечь. А может быть, в том складе... Ну, на том складе что-то найти можно. Нам нужен что? Керосин и спички. И здесь ничего нету. Лет-полет тогда пошли на склад тот. Это единственное место, которое нам сейчас может помочь. Надеемся, что там будет все, что нам нужно. Здесь есть банка с керосином. Она точно мне пригодится. Так, все, бери. О, спички. Их я тоже возьму. Я не вижу здесь ничего, чего я могла бы... Точнее, что я могла бы сделать с собой. Ну, все. Тогда иди быстрее туда. Зажигай, наконец-таки, эту лампу. Сейчас мы, наконец-таки, узнаем, что же все-таки находится в том подвале. Ну, что ж, Элис, давай быстрее. Иди, пожалуйста. Наливаем керосин в эту лампу. Самое главное не поджечь себя. Потому что, если мы подожгем себя, будет вообще не очень. Я налила в нее немного керосина. Теперь нам нужно только зажечь ее. Так, тогда берем спички. И я попробую зажечь спичку и бросить ее в то отверстие. Ну, давай. Готово. Наконец-то здесь светло. А! Ха-ха-ха! Что это? О май гад! И что это за место? Это... Ну, слушайте, я, конечно, знала, что подвал это не самое крутое место. Но, несмотря на это, многие любят подвал. Кажется, что-то там... Слушайте, я вижу череп. Я вижу какую-то сломанную лопату. Какую-то глубокую яму. Ммм, гроб со скелетов внутри. Я не особо увлекаюсь этим. Тогда посмотри, что это череп. Ой, я рада, что ты здесь, дорогая. Ты бы не могла принести мне воды. О, ты жива? Ты говоришь? Кто ты? Откуда ты? Ммм, видимо, она уснула. Или мне не хочет отвечать. Похоже на колодец. Он глубокий. И там темно. Так, нам нужно починить кран, походу. Потому что... Он вроде не работал. Конечно, я могу набрать здесь воды. Но, кажется, кран не работает. Значит, поищу что-нибудь в этом ящике с инструментами. О, здесь есть гаечные ключи. Один из них мне точно поможет. Так, все, мы взяли гаечный ключ. Теперь чиним раковину. Я никогда не пробовала чинить подобные вещи. Но, кажется, сейчас самое время попробовать. Я ослаблю это и подвину. А потом... Вероятно, это прокладка. И это... Я не уверена, что это сработает. Ну, слушай, мы всегда что-то делаем в первый раз. Поэтому не переживаем. Отлично. Я починила кран, и вода пошла. Будем надеяться, что так оно и будет. Все, наливаем в миску водичку. Замечательно. Пошла вода, и я наполнила ею чашу. А теперь напои череп водичкой. Только мне интересно, почему череп живой. Что-то вообще странно. Сейчас он напоит. Этот череп и череп нам что-нибудь скажет. Вот вода. Это потрясающе свежая вода. После стольких лет. Могу я теперь узнать? Откуда я? Это простой вопрос. Когда по твоей могиле подвалу земля вдруг проваливается, ты оказываешься в этом самом месте. Из-за этого, что церковь защищена от магии, и она накапливается здесь до тех пор, пока не становится настолько мощной, что даже пробуждает жизнь в мертвой ведьме. Понятно. У тебя есть идея, как отсюда выбраться? Ты имеешь в виду из исправительной школы? Я слышала, там происходят ужасные вещи. Было бы ужасно, если бы ты попала туда. Я чувствовала, как ты умело сегодня колдовала. В последний раз я была в этом подвале очень давно, когда я была еще жива. Если я правильно помню, где-то под этой грязью должна быть дверь. Эл, я так устала. Если ты найдешь дверь, а я усну, не оставляй меня здесь, пожалуйста. Конечно, я возьму тебя с собой, если я отсюда выберусь. Если под этой кучей грязи находится дверь, то нам нужно взять лопату и, походу, починить ее. Жаль, что у лопаты сломана ручка. Она бы помогла мне избавиться от грязи, но старая ручка абсолютно бесполезна. Тогда... Может, веревкой связать? Нет, серьезно, веревку попробовать связать можно? Что мне здесь связывать? Ну да, в принципе, серьезно, ничего. Так, что у нас есть? У нас... У нас... У нас есть веревка. Возможно, я смогу что-нибудь оттуда вытащить, но нужно ли мне сейчас это делать? Ну, не знаю. Серьезно, не знаю. Так, молоток есть, ключи, керосин, спички. Мне кажется, из этого всего мне вообще ничего не пригодится. Может сходить опять на тот склад. Это очень хорошие перила. Эти деревянные брусья такие же толстые, как старые ручки лопат. Но как же их забрать отсюда? Нам нужна пила, Элис. Срочно пила. Ищи ее в этом ящике. Давай, лобстрень. Я возьму эту пилу. Я не буду этим заниматься. Не думаю, что мне сейчас это нужно. Ну, ок. Пилу взяла. Теперь тебе надо перилы эти немножко почикать. Я не могу сейчас это сделать. В смысле? Тебе перила нужны? Что ты делаешь? Господи. Возможно, это вандализм. Но я отрежу небольшой кусочек деревянного поручня и оставлю этот хороший и толстый шест себе. Для чего? А, ну точно. Почините лопатку. Мне нужна лопатка. Давайте попробуем это все как бы связать, склеить. Не знаю. Это можно использовать в качестве новой ручки. Теперь эта лопата как новая. Стоп. Стоп, 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 стоп. А как ты починил эту лопату без всяких там веревок, клея? Ты что? Мальчика, что ли? Раскапываем. Выглядит многообещающе. Выглядит многообещающе. Ну, так раскапывай дальше. Что там многообещающе-то у тебя выглядит? Ты еще ничего не видел даже. Мне нужно брать все это. О, молодец. Теперь, мне кажется, пора выходить наружу. Так, а что нас может задать с той двери? Здесь заперто. В смысле? В смысле заперто? Так, ну, знаете, вот этот колодец, который по центру стоит, мне кажется, он здесь не просто так, и нам что-то нужно отсюда взять. Поэтому пошлите на склад. Может быть, там что-то мы можем найти. Не знаю. Но если нам нужен ключ, на складе ключа точно не будет. Это 100%. Не знаю, что еще могло бы мне понадобиться. Здесь есть туалетная бумага, рыбные консервы и коробка с магнитной защелкой. Замок состоит из двух частей. Магнита, приклеенного к краю коробки и металлической детали. Сама коробка не представляет из себя ничего особенного. Но я возьму ее. Слушайте. Если на дне колодца лежит ключ, то веревкой мы его достать точно не сможем. Может быть, попробовать из этой коробки достать магнитик. Привязать его к веревке. И как бы, ну все. Нужно ли крепить к веревке коробку целиком? Возможно, привязать только сам магнит было бы лучше. Но как мне вытащить его из коробки? Попробую ложкой. Отлично. Мне удалось вытащить магнит из коробки. А теперь привяжи его к веревочке. Я прикрепила магнит. Теперь закинь его и достань ключ, если он на самом деле там. Я не уверена, конечно, в этом. Я попробую бросить туда веревку с магнитом на конце. Давай. Да, да. Не хочу рано радоваться, но я достала ключ. Молодец. Все, ключ у нас. Теперь пытаемся открыть эту дверьку и не забываем про череп. Мне интересно, подойдет ли этот ключ к двери? Кажется, дверь не заперта. Вау. Я ухожу. Но здесь все выглядит совершенно не так, как раньше. Ну, я так-то с тобой полностью согласна. Тут была какая-то не такая церковь, и магии не было. А сейчас здесь какие-то защитные барьеры появились. Ну что ж, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы хотите, чтобы я продолжила играть в эту игру. И не забывайте оставлять свои комментарии, ведь вам не сложно, а мне приятно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok